Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию вторую часть 12 занятия, которое было записано 12 сентября 2024 года. Занятие, в котором мы говорим о Солнце, о человеке, о России, о расах, о периодах, обо всём. Приятного просмотра! Я подумала, почему вот так всё происходит на планете Земля? И Валерия тоже задала мне вопрос. И я постараюсь на оба ответить. Итак, эссе, я в оконцовке 7 октября, которое я публиковала ВКонтакте, видео мы сделали. Я там написала в старорусском стиле стихотворение о матушке России. Можете посмотреть. Все, кто смотрел, всем нравится. Говорят глубоко. Почему я сделала так? Потому что краткий курс истории, он начинается вот немножко с доисторических времён. А учебники истории, которые у нас в школе преподают, там на Россию вот столько, но зато мы древние гипи долго изучаем и всё остальное. И всё равно эта информация вся недостаточно исчерпывающая. Вот. Поэтому я вижу, что институт российской политической культуры взяли на себя ответственность. И они пишут учебник государства российского. Мне в Аздеку скоро придёт уже в печатном виде. А я беру на себя ответственность и буду писать с альфеджо. С альфеджо солнечной системы, которая вне религий. Потому что мы идём в эпоху Водолея, где будет царствовать музыкосфер. Чему мы учимся? Гармонии, баланса. И это будет пять книг, пятикнижьи. Вот. Соответственно, там говорилось о крещении Руси княгиней Ольгой в тысяча тысяч в девятьсот шестьдесят девятом году. И я вот эту связь между Иисусом, Андреем Первозванным, который пришёл к нам в Крым, в Греции, потом он умер, тоже распятие, да? Но он сказал, я не достоин такого же распятия, как мой учитель. И он просит ему крест ставить по диагонали. Это тоже в нашей книге написано в рукописи. Потому что Андрей Первозванный – это одно из воплощений нашего главного героя. Я вам секретик открываю. Там всё подробно описано. Поэтому эта волна знаний у меня уже прокачана благодаря книге. И когда я писала эссе, я увидела глазами Ольги, как это было. Ольга встречает мудреца, и он ей передаёт знания. Ведь смотрите, почему мы разругались, так сказать, разошлись с католицизмом, с греко-латинской этой христианством? Почему у нас в нашем милом, любимом, дорогом православии есть масленица? Почему у нас Пасха – это русский славянский кулич? И цветные вот эти вот сахаринки мы сыпем. Потому что Новый год на Руси начинался 21 марта, день солнечного равностояния. Когда просыпается природа, и когда мы готовились к посевной. Куличи, Иван Купала, Калятки, Радуга, Ручейки – все старорусские танцы. История наша, культура с большой буквы, наш культурный код. Тихо-тихо, пьяно-пьяно, как говорится у нас на уроках сольфеджо. Пьяно-форте, тихо-громко. Так вот, тихо-тихо, пьяно-пьяно из нашего сознания пытались вытравить. Но, видите, есть люди, которые через сказки, через былины. Наши былины, вот тоже институт их публикует. И в аудиоверсии вас актёр Большого театра диктовывает шикарное произведение. Я публикую и в Телеграм-канале, и ВКонтакте ссылку на эти книги. Сейчас я себе запишу. Так, соответственно, я, у меня вот так раскрылась, и в старорусском стиле мы даже шрифт сделали, и сделали дорожку, как стихотворная волна идёт, как в «Звёздных войнах». Вот этим мы занимались все две недели. Вот это мы делали, и вопрос такой был у Валерии, ученицы, когда мы говорим об эпохах. Она спросила, была ли, как она называется, я даже забываю, как, ну вот Далемурийская эпоха. Она меня спросила, а вот такая вот эпоха была или нет? И я посмотрела, и я увидела. Опять же, я теперь прошу помощи и у одного своего рода предков, и у другого. И я увидела ответ. Вот смотрите, у нас есть месяц, да? Вот сейчас месяц сентябрь, солнце на вот этой окружности, эвклиптика называется. Мы же смотрим, вот у нас Земля, да? Вот солнце, ну опять же, инфографика будет вокруг все планетки. Солнце тоже движется. И вот у нас двенадцать знаков зодиака. Первый Овен, Арий, так, двадцать первого марта. И шестой Дева, это шестой дом. Так, подумала я. Вот есть месяц, март, Арий. До этого, а потом идет Телец. Но если у нас наш с Земли зодиак, он идет против часовой стрелки, то Солнце движется по. Потому что у нас центробежная сила, она и притягивает, и отталкивает одновременно. У нас все дуально. Движение энергии, да? Магнит нам нужен в сердце Земли, чтобы было притяжение, чтобы мы не улетели. Но также есть и отталкивание силами. Потому что если нет, мы бы такие лежали бы на планете, не могли бы двигаться. Всему есть целесообразность. Так вот, я тогда поняла. Хорошо, у нас есть год земной, но есть же год Солнечной системы. И есть год Вселенной. Мара Прокрит, Майя Прокритти, Парабрама. Все слова напишу, они у меня внутри есть, а так не помню. Есть год Вселенной. И вот число Пи, оно нам помогает исчислять вот это. Но так как мы уже с вами говорили, окружность, эвклиптика, это не тортик идеально круглый, который разрезан. У нас циферблат идеально круглый на 24, на 12 частей, на 24 часа разделен. Также натальная карта. Там есть углы, узлы, вот это все. А эвклиптика, она овальная. Соответственно, есть периоды, и вот мы смотрим в домах, первый дом, он очень большой, да? А двенадцатый, он небольшой. И поэтому, насколько я понимаю, вот этот первый дом наш, арийский, когда мы были пятая подраса пятой расы, арии, по сути, сейчас мы были эти, пещи, рыбы, рыбки, вот, арии, так, она была четыре тысячи лет. Вот смотрите, у нас идет наш месяц земной, это 30 дней, так, но в доме другое количество дней. Я посмотрю, и в каждом, ну, на примере наших соседей. Тельцы, арийская, да, овны. Сейчас, кто мы были в рыбах, мне вот так идет, в рыбах, и потом следующее водолей. То есть это примерно там 30-31 день земных, так. 4-2 тысячи лет, 8 тысяч лет, это, ну, опять же, там, через пи, там, 4-315, там, 8-630, ну, по памяти тоже все, не судите меня строго, я напишу цифру пи. Вот, соответственно, калий-юга, темный период, рыбы, мы должны были нырнуть в эту материю, там, все изучить, и все, и потом опять к божественному вернуться. Поэтому я написала так, уже не помню, куда я написала, что у нас месяц, год, век, так, и эпоха. Вот когда мы говорим, и есть еще, скажем, эпохальные расы, да, то есть на планете Земля есть вот эти периоды, когда атланты проходили свою, да, сейчас уже не помню, не буду вас путать, лемурийцы свою. Соответственно, лемурийцы, они проходили тельцовую. Не, не буду сейчас, а то я вас запутаю. Поняли, да? Есть месяц, год, век, тысячелетие, эпоха и эпохальный круг цивилизации. Он делится на семь, как ноты, как сольфеджо. Семь рас, у нас пятая раса, и у каждой расы есть подрасы. У нас она тоже пятая, так? Соответственно, по времени вот так. Поэтому, когда мы говорим, что арийская, она была арийская и в подрасе, и в расе. Когда мы говорим, что арийская раса на пять подрас распределилась, никто не написал там славян. Понимаете, нас все время вычеркивают. Как говорит Константин Дороган, он говорит, они не верят, что мы богиня. Ну, про Россию. Вот, нас постоянно вычеркивают. Зачем? Чтобы мы, как богатыри, вот эту познали силу ратную, да? Я в своем стихотворении пишу, что мы тоже болотами хаживали, но потом увидели берега реки матушки в Ольге княжине. Да? То есть княгиня Ольга получает знания для нашего периода рыбного, так сказать, и начинает передавать его людям. Но есть, скажем, старославяне, их назвали сейчас староверы, многих людей называли язычниками, но по сути, да, мы должны от бога человека все забыть, нам обнулили флешку, потом опытом, опытом, опытом все попробовать сами-сами-сами-сами, да? И потом опять распаковать наши знания. Наши жесткие диски ломали, нам давали управители западных, там даже Великая, это, Екатерина Великая, и Петр там побывал, они его там всем заразили, и с ним много этих зловредных вредителей к нам пришло. Но все, что не делается, все к лучшему, все во благо. Поэтому нам надо вспоминать наши коды. Вот братья наши украинцы вспомнили, но им их подменили. Там был вирус. У меня есть мемчик итальянский, там, ну, ребенок, малыш, младенец, вот так ручки держит на фоне неба, и по-итальянски написано. Господи, Иисус, пожалуйста, перезагрузите 2020-е, там есть вирус. Вот как нам в 20-м дали вирус, чтобы мы поняли, что такое ценность жизни, солнце сегодня, который нам дал эту энергию, а мы ее взяли и слили. Так вот. Последняя ассоциация и последнее мое вчерашнее понимание и осмысление. Вот смотрите, у меня написано, солнце нам дало жизнь, и человеческий дух управляется солнцем. Если у нас есть воля и изъявления, и мы хотим жить на светлой стороне. Луна нам дала ангелов наших, дала нам жидкость, астральный мир, ночь, плодородие, отдых. Мы же ночью отдыхаем, да, пока там другие наши тела работают. Мы в астральном теле, в астральном мире находимся, каждый по своей вибрации, а физическое тело наше отдыхает. И почему говорят, что без воды можно жить, без питья можно жить, а без сна жить нельзя? Почему во всяких этих тюрьмах, таких жестких-жестких, там мучают не сном? Потому что дух наш не может перезарядиться, да, и они же в темнице там всегда. Вот, и человек страдает от этого. И тогда он сломлен. Почему нас вот этими пугалками, всякими этими мультиками, всякими вот этими ужасными страшилками, этими урорами, сейчас вот будет, я про тыкву говорила, а сейчас будет этот Хэллоуин, да, вот эти весь сатанизм, они воспевают туда, энергию заливают. Для того, чтобы через страх, через негатив, человек свою сливал божественную энергию. И за что идет битва? Я вот даже от этого человечка, который мне нравится с иконкой, который стоит, да, с планеты Земля, вместо планеты Земля поставила баскетбольный мяч. Потому что я вижу так. Вот смотрите, сколько нам всего дали. Марс – динамическую энергию. Хотя духи Марса – это иерархия Люцифера. Они управляют нашим левым полушарием мозга и искушают нас всячески, задают нам вопросы, а как мы на эти вопросы наша свобода выбора воли ответим. Это все в наших руках. Меркурий нам дал разум, да, и когда мы закончили усовершенствовать свой интеллект, мы начали этим разумом считывать и создавать себе технократичные различные приспособления. Радио, свет, телевизор, интернет, компьютер, гаджет. Вы знаете, так смешно. Я когда книгу писала, и когда мысленно много очень работаю, вечером я прошу своего учителя к нему в университет пойти, чтобы там позаниматься, посмотреть, что мне доносить, подключиться, Сергеем, двоюродным дедушкой познакомиться. Я ночью работаю. То есть там моё астральное тело идёт в институт. Не шляется там по катакомбам, по каким-то страшилке, как раньше у меня было, какие-то перестрелки, или чудище за тобой бежит, а ты, блин, даже проснуться не можешь, у тебя даже сил нет. Да? Ну какое у тебя сознание, там твои сны. Вот. А я, значит, прямо мне диктуют, типа я пишу якобы, и я вот так с просони беру вот так вот руку, как будто это айфон, и начинаю там что-то нажимать. Пытаюсь открыть глаза, понимаю, что не могу, и понимаю, что это не телефон, это моя рука. Улыбаюсь и сплю дальше. Куда вы своё внимание направляете, там оно у вас и есть. Занятие по гаджетам у нас будет отдельным. Юпитер – это он нам даёт идеализм, добро, вот это всё. Венера – любовь, тела, физику, красоту, идеализм, объединение, I'm sorry. Сатурн нам создаёт препятствия, и вот Марс вместе с Сатурном на нейтральной территории Луны борется за наше высшее божественное сознание. Так, уран, альтруизм, любовь и воображение – это мы вначале говорили, и он – высшая октава Венеры. В натальной карте, когда мы смотрим уран, это чему мы обучаемся. Ну, в общем, да, совпадает. Нептун – это наша воля, это божественная планета. Она такая, я так понимаю, газообразная больше. И, соответственно, им там вообще не нужны тела. Мы должны понимать и ценить и любить нашу матушку, планету Земля. У нас здесь межгалактический институт. С нами занимаются высшие иерархи млечного пути. Такого вообще мало у кого есть. Многие столько накосячили, что им уже перекрыли, они уже, у них нет ни детородности, ничего. Почему много одержателей на планете Земля? Да потому что у нас тут своих хватает, кто не может на белом лифте наверх уйти на седьмой план. И еще, блин, эти инопланетяне, кого тут только нет, проходной двор. А почему мы его устроили? Магнит. Подобное притягивает подобное. Если мы низковибрационные, к нам низковибрационные притягиваются. Нас эти спасения утопающих делал рук самих утопающих, как делал Милхаузен за волосами. Кстати, у меня уже, видите, как отросли. Я на днях пойду, чуть-чуть хочу подровнять. Вот. И Плутон – это планета трансформации и преобразования. Ее, о ней, о существовании мы вообще узнали 70 лет назад. О, не 70 лет назад. Это Генделю знал 70 лет назад, когда книгу издавали. Ну, короче, в 1800 году тоже напишу. Планета трансформации и преобразования. Единство через организацию. Почему в натальной карте Плутон, ну, это общественно, естественно, планета, то есть наше Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, это личные, как мы проявляемся, а остальные общественные, ну, это наши старшие братья, да, и вот они высшие октавы в нашем уроке с альфеджем. Вот. И когда я пишу книгу «Он и она» и говорю «Единое начало», а вот все люди говорят о том, что нам надо найти половинки. Нет. Нам надо из двух разных половинок стать единым целым. Инь и янь. Вот в чем вопрос. И поэтому я себе представила, как вот эти все плохие шипы, которых я вам сейчас перечислила, это знаете, как, когда мы в паре, да, мы играем в пинг-понг. теннис, да, вы можете, вам уже такое позначительное энергия, знание, ситуация летит, да, вы можете отбить коротким, вы можете долгим, да, вы можете его пропустить, у вас может в сетку попасть. вот так же и в мироздании все, так же нам, да, нам что-то дали, мы что-то пропустили, что-то не поняли, что делает милосердное мироздание. Они усиляют нас, они нас прокачивают многоогранно. Почему я говорю, что человек – это венец мироздания? Да, Люциферу сказали, так, иди, пожалуйста, займись землянами. Он там начал опыты над нами производить, да? Половину с луны еще к нему прилинули. Так, у них уже, ну, у них две грани. Вот, например, у ангелов лунных, у них нет разума. Меркурианцы им не давали, у них только тело желаний. Почему, когда мы общаемся с ангелом-хранителем, мы должны давать ему команды. Они не знают банально, что делать. Это только те ангелы, например, купидоны, которые вот по Плутону, да, да, Плутон – руководители наших купидонов. Высшая октава Плутона – руководители ангелов с луны, которые нас соединяют на тиндерах, в соцсетях. Потому что мы на физике уже, меньше это делаем. Раньше у меня было много подруг, которые познакомились, понятно, в 90-х голосовали. Ну, сейчас же никто ни с кем не разговаривает. Сейчас даже люди, которые уже в парах, они тоже в гаджетах. Я хочу объявить флешмоб. Самая крутая, смешная история с гаджетом. Такой будет флешмоб вам. Фотки будем собирать. Я думаю, похохочем. Вот. Так вот. И что получается? А есть баскетбол. Вот представьте, что вы, ты человек, баскетболист на планете Земля. У тебя в руках вот этот мяч, эта сфера многогранная, бесценная, над которой трудился весь космос. У тебя все хотят его спионерить. Все. Но если ты знаешь его ценность, ты его никому не отдашь. Он тебе будет вот здесь, в районе солнечного сплетения. И ты будешь освещать всю свою ауру, все свое энергоинформационное поле, семью, свою пару, семью, своих детей, свой род, свой дом, как я делаю, чищу тут все время. Лифтовое пространство особенно. Свой город, свою страну, свою планету Земля. Вот смотрите, что получается. У вас есть члены вашей команды, россияне, соседи, родственники. Вы на одном уровне, они на другом. Так? Вот, например, мамы, которые привели учениц ко мне на курс, еще раз говорю, не оплатные, у нас он тестовый, они уже не рады, потому что, как мужья не рады, когда жены начинают развиваться, потому что они боятся, что те улетят, и они начинают их гнобить, им там палки в колеса вставлять, подкалывать, сарказм, вместо того, чтобы доброжелательно помочь. А задача женщины сегодня на планете Земля женской баскетбольной команды вспомнить, кто она есть, что она божественное существо, венец мироздания, космоса. Так? Найти свою пару, стать единым целым и подсвечивать лучшее в своем мужчине. Повторяю, он мужчина, гендеры у нас вот эти вот все, вот тут и нет. Так? Он и она. Мужчина, он, достигатель, он должен принять, зайти в гармонию со своей женщиной, потому что женщина – это шея, потому что женщина – это божественный проводник, это муза. Так? И когда они единое целое, они начинают заниматься сотворчеством. Божественное отцовство, божественное материнство. И тогда к вам придут души высоких божественных людей, человека, вечного странника, который сначала будет маленький, а потом будет большой. Поэтому так называется наша настольная книга. Все наши книги будут настольными для 21 века. Настольная книга для больших и маленьких человек. Так? И вторая книга после «Он и она», художественный роман «Семь я». Первая книга мы описываем, какие, какой путь проделал Андрей из диджея в футболке оси Диси, который в душе, в раздевалке клубешника своего льется ржавая вода, он руками давит таракану. Не вот этих, не наших русских маленьких, а вот таких вот. Да? Вот. Как он становится, вспоминает, что он Андрей первозванный, и как он становится божественным отцом, чтобы во второй книге к ним пришли три «Дитя космоса». Так? Двое положительных, а один бывший Феликс Звержинский Эдмундович, который очень много косячил. Но милосердное мироздание всем дает возможность. Поэтому на наших занятиях, в наших книгах, в наших подкастах там себе дирижер. Мудро 21 дискуссионный клуб мы будем делать и на базе Дома молодежи в Сочи. Я сделаю отдельную маленькую передачу на эту тему. Как там красиво, как там классно, как там все продумано. И на улицах у нас в Сочи, и в парке Ривьера, и на пляжах буду разговаривать с людьми. И мы вместе будем писать и романы настольной книги, и пятикнижья в 21 веке. Благодарю за внимание. Занимайтесь самообразованием. Вспомним, что я есть венец мироздания, будущий Бога человек. Пробудите в себе Бога. Благодарю за внимание. Бога. 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 Бога.